13.07 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занькова. Своё особое мнение высказывает директор аудиторско-консультационной компании «Бизнес-информа» Азиз Агаев. Азиз Олегович, добрый день. Добрый день. Ну что, депутаты проголосовали по опенсионной реформе. Я имею в виду депутатов Госдумы. Мы с вами сейчас разберём, как произошло голосование. 386 человек голосовало. Соответственно, 324 голоса «За». Не голосовало 69 человек, против 56. Ну, в общем, приняли. Приняли, и самое интересное, что партии, которые выступали активно против, такие как «Справедливая Россия», «Коммунисты», «ЛДПР». «ЛДПР» воздержались. И все остальные, собственно, выступавшие против, в итоге поддержали. Если мы посмотрим по голосам, которые отдавала Госдума за этот закон. А что произошло-то такое? Почему такое странное голосование? Ведь ещё даже в эти выходные, по-моему, «ЛДПР» в Кириллу строили митинги против. Что произошло? Да. Ну, вы же понимаете, что ЛДПР и «Справедливая Россия» — это партии, которые получают из бюджета деньги. И вы должны, это первое. Второе, вы должны понимать, что депутаты, они получают хорошую заработную плату. Я тут неоднократно об этом говорил, и ещё у них куча помощников, которые получают хорошую заработную плату. И я думаю, что с ними поговорили, им объяснили, что к чему. Объяснили, что если так дело пойдёт, то они могут и не оказаться депутатами, а то могут и привлечь внимание каких-нибудь правоохранительных органов. Поэтому я думаю, что только так. Других каких-то разумных, логических объяснений я этому не нахожу. То есть вы считаете, что это называется шкурный интерес? Да. Что шкурный интерес возобладал над чем? Это предательство народных интересов, именно интересов людей, конкретных людей, у которых, чтобы не быть, скажем, сильногромом, не говорю, украсть, у которых просто вытащили из кармана примерно по миллиону рублей вот такого огромного количества людей, которые должны за это время выйти были на пенсию. Как интересно, у нас принимается пенсионный закон в связи с тем, что в государстве не хватает денег на обеспечение пенсионеров. И в связи с тем, сколько это триллионов не хватает? Трех, по-моему, триллионов? А вот это пришла речь. Ну, с каждым днем как бы растет эта сумма, но последние, да, я тоже слышал, что трех триллионов. В то же время, за последнее время мы знаем, что примерно полтора триллиона, значит, там, Центробанк банкам отдал на спасение всяких, так сказать, банков, из которых то ли приближенные чиновников, то ли, как их назвать, мошенники-воры, вытащили примерно чуть ли не больше, чем столько, сколько надо пенсионной реформе. Значит, порядка там полутора триллионов, если не ошибаюсь, там оказана была помощь, значит, Виксельбергу, порядка там уже 800 миллионов рублей, там, Дерипаски. Ну, и здесь Терипаски еще хотят сделать подарок. В Минпронторге предложили разрешить продажу пива в алюминиевых банках в ночное время для поддержки отечественного производителя алюминия. Об этом написали абсолютно все федеральные СМИ. Там тоже речь идет о потерях в какое-то количество миллиардов, чуть ли не больше, чем пенсионная реформа в несколько раз. И вот, чтобы спасти, собственно говоря, эти активы, которые сейчас наложены на западные санкции, предлагается, видимо, пройти против всех мер, которые были приняты по борьбе с алкоголизмом, и разрешить продажу в алюминиевой банке ночью. Да, конечно, интересы Дерипаски выше, чем здоровье, так сказать, тысяч людей, которые от алкоголизма гибнут. Хотя в другой ситуации вы понимаете, что очень много слов представителей Единого России как раз говорят о том, что надо спасать людей от алкоголизма. Ну, что в этой ситуации сказать? Ну, а что получается? Правая рука не знает, что делает левая? Да, знают. Просто они, эти люди, во-первых, когда предлагали пенсионную реформу, и когда ее принимали, они людей обманывали. Потому что вот этот аргумент про демографическую ситуацию, фактически яма, она уже наступила, и, кажется, мы яму уже прошли, и уже с этого года количество работающих ежегодно будет увеличиваться относительно пенсионеров на 200 тысяч, да, и где-то к 23-му году эта ситуация выправится. А почему так быстро надо принимать? Потому что чем дальше, тем этот аргумент больше нельзя было использовать. А на сегодняшний день куда вообще эти деньги уходят? На тысячу рублей пенсионерам, ну, смешно. Конечно, оно уходит на финансирование силовой составляющей, в стране силовых блоков, скажем, той же, как вновь созданной, там, Росгвардии. Хотя мне вот вообще непонятно, у нас у всех силовых структур есть, как бы такие четко указанные функции. Там, в милиции понятно, чем занимается полиция, прошу прощения. Прокуратура понятно, ФСБ понятно, чем занимается, да. Что за структура такая, Росгвардии, и все еще народ не понял. Да, но всем это понятно, это, как бы, активное и быстрое реагирование на народные недовольства. Так что это структура, которая будет работать с недовольным населением. Вот что это, так сказать, по большому счету. Работает, судя по последним митинговым поддержаниям в Питере в Москве. Ну, судя по тому, да, работает. И мы видим по бюджету, что, на самом деле, в бюджете доля социальных расходов падает, даже с учетом, падает, даже с учетом национальных проектов, которых, как бы, объявлено, да. Нас же любят, как бы, сказать, ой, президент объявил национальные проекты. Господа, все это делается... И Единая Россия объявила национальные проекты. Да, да, господа, все это делается на ваши деньги. И никто вам эти деньги не дарит. Просто они их распределяют таким образом. Так, как интересно им. А не так, как интересно стране, на самом-то деле. Поэтому, что тут скажешь? На здравоохранение падают расходы, на образование доля расходов падает, на культуру и спорт. Так что не надейтесь на то, что Родина будет там особо снова играть, или какая-то еще, значит, команда. Понятно, что за государственные средства будут финансировать определенные команды. Как вот «Зенит» финансируется «Газпромом». А «Газпром» национальное достояние. Да, Азиз Ильич, если мы вернемся все-таки к партиям, если мы вернемся к партиям, тут вот когда были довыборы, а где-то выборы 9 сентября, мы видели, что происходило в регионах, какая борьба шла за места губернаторов, где как раз борьба была между представителями «Единой России» и представителями ЛДПР, в основном ЛДПР, кстати говоря, КПРФ еще там были. И там, кстати, люди выходили на улицу и протестовали против результатов, где-то даже их отменили, где-то Единорос пытался примириться с неединоросом, предлагал ему стать вице-призисом губернатором. В общем, здесь, конечно, представители таких партий, как КПРФ, говорили о том, что, по-моему, Сергей Павлович Мамаев как раз в особом мнении говорил о том, что это очень показательно и видно, что «Единая Россия» рассыпается на глазах, что у «Единой России» нет никаких перспектив. И вот эти выборы 9 сентября нынешнего года это показывают. Ну, понятно, что Сергей Павлович всегда пророчит крах «Единой России», однако результаты выборов 9 сентября о чем нам говорят? Ну, результаты говорят о том, что люди начинают немножечко задумываться и даже традиционные способы достижения результата для «Единой России», что связаны с подсчетами, там, вбросами и так далее. Они уже мало помогают. И, видимо, можно говорить о том, что, наверное, жизненный цикл вот этого проекта, который называется «Единая Россия», скорее всего, находится уже вот в поздней стадии. То есть, какова будет доля вот этого вот, окончания этого, каково будет окончание этого жизненного цикла, там, резкое падение или постепенное падение, но оно потихонечку начнется. Но сказать, что вот разваливается сразу, ну, извините, это достаточно сильно организованная структура, чтобы она самому по себе раз и все сломалась. Ну, как Вы думаете, это было протестное голосование, вот, которое мы увидели 9 сентября? Да, это было протестное голосование. И связано оно было с пенсионной реформой? И связано было с пенсионной реформой и с продолжающимся ухудшением, на самом деле, социальной, как бы, сферы. Вот, и с ухудшением ситуации, когда люди могут зарабатывать достаточно. То есть, даже те деньги, которые раньше были достаточные, могли считаться высокими, сейчас с учетом происходящих, так сказать, экономических процессов, инфляции, подорожания продуктов и так далее, уже недостаточно. Потому что, если Вы посмотрите на программы, которые предлагали ЛДПРовцы, побывившие, если Вы посмотрите в интернете, полистаете, ничего такого они там не предлагали. Ничего такого особенного там нет. И, конечно, это явно протестное голосование. Но дальше, как Вы думаете, протесты продолжатся или не сойдут на нет, и к Новому году вся страна привнет к телевизорам и потом дружно съест и левелим? До Нового года тут осталось, собственно говоря, три месяца. Я думаю, что, может быть, зимой эти протесты, так сказать, могут утихнуть, потому что холодно, так сказать, будет. Но со следующего года, учитывая, что по факту пенсионная реформа начнём действовать, значит, у нас есть повышение налогов. Может, мало об этом говорим, может быть, надо об этом ещё говорить. НДС непосредственно... Уголовная ответственность работодателей. Уголовная. Но это не страшно для, в основной части людей, это страшно просто для активной части страны, для предпринимателей, бизнеса, которые, собственно говоря, работают. Да, давайте поговорим про НДС. Что, как скажется, повышение НДС, которое уже приняли с 18 до 20 процентов на нас после Нового года, прогноз от Вас услышан после короткого перерыва. Особое мнение директора аудиторской консультационной компании Business Info Азиза Агаева. У микрофона работает Светлана Занько. Но я должна сказать, ещё раз попросить прощения у наших слушателей за те неприятные технические несостыковки, которые были в течение долгого достаточно времени, с прошлого вечера в нашем эфире. Проблема была с передатчиком, что-то там с техникой, я не очень хорошо разбираюсь, но был феерический совершенный эфир. То у нас опера играла, то у нас одна программа накладывалась на другую. В общем, замечательно. Можно было позабавиться, слышая наш сегодняшний утренний эфир. Но сейчас всё в порядке, и слава богу, мы в нормальном режиме сейчас в эфире сессии замаличим. Итак, было принято параллельно с дискуссией по пенсионной реформе вообще бездискуссионно практически повышение НДС 18 до 20 процентов. И все, кто связан так или иначе с бизнесом, с деньгами, с процентами, кто как-то хоть немножко думает, разбирается в экономике, говорили о том, что это неизбежно приведёт к серьёзным, не к минимальным, а серьёзным увеличениям цен на различного рода товары и продукты. Да, к существенным, от 5 и более процентов. Что сейчас происходит, и каковы ваши прогнозы на 19? Уже происходит, уже происходит повышение, потому что некоторые люди боятся, что если они это сделают с нового года резко, то, ну вы же знаете, у нас компаниейщины, вот, начнут правоохранительные органы, призывы всякие, давайте контролировать, и так далее, и так далее. Поэтому люди уже тихонечко, уже поднимают цены на свои товары, работы и услуги. Но ведь кроме НДСа у нас ведь ещё подорожание топлива происходит, а это перевозки, это обязательно составляющие себестоимость любой продукции, расходов, и, соответственно, это тоже скажется. У нас серьёзно изменяется цена на валюту? У нас меняется цена на валюту, соответственно, импорт, конечно, по валюте, и, судя по тому, что в очередной раз, как бы, нашему правительству везёт, а, может быть, везёт очень, топливо, так сказать, дорожает. Цена на нефть. Да, да, цена на нефть увеличивается, и поэтому поступлений валютных становится больше. Но, учитывая, вот, как оценивают эксперты, что порядка 70% валютной ручки так или иначе, в конечном итоге, остаётся с границей, то на что может рассчитывать страна в этой ситуации, я, честно говоря, плохо понимаю, потому что в этой ситуации это может нам не помочь. Да и простому человеку, в принципе, вот эти вот курсы и, значит, подорожание нефти слабо помогают, а не только на первом канале представители власти там так или иначе нас успокаивать могут. Но я думаю, что люди на своих кошельках уже ощутили и будут ощущать то, что происходит. Потому что, собственно говоря, все эти повышения, в конечном итоге, направлены на то, чтобы из кармана бедных россиян ещё больше денег взять в государственный бюджет, который потом потратить на своё усмотрение, снижая расходы на образование, на медицину, на культурную, там, в социальную сферу. Поэтому я думаю, что людям нужно подготовиться к следующему году ещё к большему затягиванию поясов, потому что денег станет меньше. Зисагаев, это его особое мнение выслушаете в эфире нашей радиостанции. Ещё одна не менее грандиозная реформа практически уже вступила в действие. Мы это видим по мусорным завалам на мусоросборочных площадках, на контейнерных площадках. САХ и чиновники обвиняют недобросовестную управляющую компанию. Что вы скажете? Согласны ли вы с ними? Я не согласен. Я прежде всего считаю, что в любой такой ситуации, то есть система работала, у нас не было никаких проблем. И вдруг система перестаёт работать. Внезапно. Внезапно. За два месяца управляшки все стали недобросовестными. Да, только потому что в городе меняется власть. Заметьте, власть поменялась в городе, система перестала работать. Нет, власть поменялась в прошлом году, а система перестала работать тогда, когда тарифы новые стали вводить. Тарифы... На вывоз мусора. Кто их вводит? Федеральная власть? Нет. Тарифы утверждаются на месте. Так или иначе. Они утверждаются на то, другое, третье. Федеральная власть вводит закон, по которому новые тарифы утверждаются. Правильно? То есть я считаю, что как только новая власть вмешалась в этот процесс, который уже был работающий, то есть чисто управленческий подход. Если что-то работает, изменять его нужно очень аккуратно. Не нужно работающей систему вмешиваться своими корявыми руками. Погодите, Азиз Алиевич, во-первых, в связи с мусорной реформой с 1 января 2018 года изменилась заплата за окружающую среду, увеличилась. Потом стали колебаться тарифы за эту плату. То федеральная власть их увеличила, потом пошумели-пошумели, резко она их опустила. Управляшки и вывозящие компании, САХ и другие, тут как-то не сориентировались. Кто-то стал убирать контейнеры и посыпались обвинения в обе стороны. При этом управляющие компании, которые были у нас в эфире, говорили, что они не садятся за круглый стол ни с чиновниками, ни с мусоровывозящими вот этими компаниями, в том числе и САХ. Ну я слышал у вас в эфире, они говорили, что с ними никто не разговаривал. Только одна точка зрения, а именно та, которую транслирует вот САХ Куприд. И все чиновники ее поддерживают. Вот как-то это не настораживает ли? Я считаю, что... Как так резко все управляшки стали у нас недобросовестны? По ним, конечно, очень много расследований. Достаточно посмотреть на страничку Виталия Брама. Да. Но ведь не все абсолютно. А если у нас правами оказываются только две компании и только чиновники, то здесь что-то не так. То есть никто нам не описал процесс и не сказал, в какой стадии, так-то по большому счету, те или иные люди виноваты. Все же работало. Почему перестало работать? Вот чисто управленчески это можно проанализировать. Но искать виновных все умеют. Даже те, у кого нет образования. Даже пятиклассник может пальцем ткнуть на кого-то и сказать, он меня обзвал. Ну, давайте выстроим этот процесс. Он же работал. Я не вижу вообще никаких проблем на самом-то деле. Вот смотрите, ну... С людьми надо разговаривать, протоколировать этот разговор, чтобы потом ни у кого никаких не возникало вопросов. Смотрите, какая интересная история. Но если что-то решается в интересах одной или двух, трех компаний... А, кстати говоря, Михаил Шихов здесь в нашем эфире говорил, что требуется укропнение все-таки и переслойка рынка управляющих компаний. Ну, позвольте немножечко аккуратно отнестись, осторожно к этим высказаниям, потому что не только Шихов, но и Денис Пырлок хочет укрепления. То есть монополизм, видимо, в крови как бы создать очередную монополию, укропнить все, и будет все хорошо. На самом деле мы-то с вами знаем, что и масса примеров исторических у нас, что монополизм не помогает практически никогда. Помогает только эффективная организация того или иного процесса. Вы смотрите, какая еще интересная история с монополизмом, так или иначе. В данном случае, может быть, даже с государственным монополизмом. Два высказывания министра природопользования и экологии Аллы Албеговой, которые были нами, собственно, записаны на пресс-конференции прошедшего четверг. Алла Викторовна объяснила, почему в области не будет пока мусоропереработки. Все задаются вопросом, почему нет мусоропереработки, в тех схемах не заложено, ходят слухи, что есть инвесторы, которые готовы построить мусороперерабатывающие заводы. И даже некоторые подтверждения этим слухам есть. С одной стороны, говорит Алла Викторовна, в государстве нет механизмов стимулирования этой составляющей, а именно мусоропереработки. А с другой, те инвесторы, что обращаются со своими деньгами, значит, обращаются, уже без слухи, уже чиновник говорит, видимо, и готовы строить мусороперерабатывающие заводы. Их проекты некорректные и неживые. Нет бизнес-планов, нет конкретных технологий, есть проживки. Ну, к Алле Викторовне мы с уважением относимся. Ну, давайте называть, если эти инвесторы не против, их именно, во-первых. Во-вторых, я, честно говоря, последние пять лет в АПМ мало видел инвесторов с такими большими деньгами, а это большие деньги. Да, миллиарды. Да, которые приходили, говорили, у меня есть деньги, я готов вложить, и при этом у него нет бизнес-плана. Может быть, мы не хотим, чтобы они вложили? Давайте говорить, у кого это прожекты? Кто это пришел с прожектами и с деньгами? Окей, если нас не устраивает только их бизнес-план, составить бизнес-план... Над ним же можно поработать, если пришел инвестор с деньгами. Составить бизнес-план, ну, максимум возьмут у вас там, ну, 700 тысяч рублей, условно говоря. Давайте, если человек пришел с большими деньгами, это сотни миллионов, так? Вот здесь какое-то противоречие тоже. Давайте мы сотни тысяч заплатим специалистам, которые мы заплатим, правительство. Скажем, это наш вклад, ваше дело. И будет такой бизнес-план, который вас устраивает, господа члены, так сказать, правительства Кировского. Вот здесь в этом высказывании, как мне показалось, есть некоторая противоречия. С одной стороны, нет механизмов стимулирования, это значит, чтобы люди приходили с деньгами, а с другой стороны, она говорит, приходит с деньгами, но с прожектами. Они тоже есть, и механизм стимулирования тоже есть. Чуть-чуть там или сям подправить, как бы, региональные законы, и у нас уже будут региональные составляющие по стимулированию этих инвестиций. Никаких проблем я в этом не вижу. Просто мы не хотим, видимо, чтобы это было. Только я не понимаю, почему мы не хотим, чтобы у нас не было мусора. А вот, я сейчас произнесу, почему, видимо, не хотим, а потом мы с вами это дело обсудим, потому что у нас будет перерыв. Тоже это про мусор, про инвесторов и государство. Это мусоросортировка. То есть это стадия, которая до мусоропереработки проходит. И снова от инвесторов отказываются, потому что наличие частных инвестиций увеличит тариф, говорит Алла Викторовна. То есть конечный потребитель мы с вами, который будем с 2019 года платить с одного человека, с каждого человека, если придут инвестиционные деньги, частные деньги, то тариф будет еще выше, чем ожидается. Ожидается у нас там что-то 150, по-моему, или с чем-то. Ну, по-моему, 150-130, 150, не буду сейчас говорить. Вот она говорит, что если мы допустим частные деньги сюда, то тариф увеличивается. Так ли это обсудим после короткой перерыва. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа» Азис Аган. Итак, минувший четверг на пресс-конференции, которая была посвящена течению мусорной реформы в Кировской области Алла Викторовна Албекова, сказала, что если придут частные инвестиции в мусоросортировку, то это увеличит тариф на сбор и вывоз мусора. Я вот совсем, видимо, Азис Агануевич, ничего не понимаю в экономике. Ну, то есть вот Алла Викторовна говорит, что надо строить за бюджетные деньги. Надо, чтобы государственные были предприятия и так далее. Но разве бюджетные государственные деньги это не мои деньги? То есть получается, что мусоросортировку построят на мои же деньги. То есть откуда-то их возьмут из той же социалки, из той же непроходимой древности, которую мы сейчас видим на наших улицах, и вложат мои же деньги в мусоросортировку. Мне это всегда казалось, что это классно, когда привлекается частный капитал, он строит промышленность, он ее развивает, а мои деньги, которые я плачу науку, пусть идут на социальную сферу. Ну, наверное, я, может быть, ошибаюсь. Нет, вы правы, и в этой ситуации мы можем, Алла Викторовна, не верить, потому что никаких конкретных расчетов она не представила. И вообще публике ничего не представила. Что, смотрите, тариф, если будет вот так, будет такой, а увеличится, значит, если будет мусоросортировка, будет столько-то. Но это одномоментно. А сколько будет в динамике? Мы можем же вперед посмотреть. А потом вы имеете в виду, что любая переработка, даже первичная такая, как мусоросортировка, она уменьшает количество мусора, которое будет храниться. Которое вывозится на полигон. И которое вывозится на полигон. Соответственно, зарабатывать, что там будет, как бы, тот хранитель полигона, условно говоря, ну, за наш счет. Полигонщики это называют, да. Ну, за наш счет. Они зарабатывают за счет объема ввозимого мусора. Или инвестор будет зарабатывать конкретно за счет того, что он получил вторсырье, которое использовал в дальнейшем, там, продал, там, у кому-то. Ну, тогда полигонщик вынужден будет сидеть без серьезной прибыли, которая наше строительство. Слушайте, Светлана, нам-то с вами что важно? Чтобы мусор книл у нас под носом и портил нашу землю? Или чтобы вообще этого мусора как такового не было? И все, какие отходы появляются, они шли в переработку. Мы-то с вами должны понимать, что если посмотреть, сколько мусора производится, то у нас скоро места не останется лежить-то так по большому счету. Что в космос будем отправлять ракетами. Я еще что не поняла вот с этой пресс-конференции, здесь олечь. Когда речь зашла о деньгах, об инвесторах, о мусоропереработке, о мусоросортировке, почему-то слово держала Алла Викторовна Албекова. А это на минуточку Министерства экологии и природопользования. Да. Где были министры, которые отвечают за промышленность? Где были министры, которые отвечают за ЖКХ? Почему эти мужчины, эти мужчины, почему они экономические выкладки не давали? Почему об этом говорила Алла Викторовна? Правильно. И почему Алла Викторовна не в своей ипостаси выступала? Она-то как раз должна была выступать за мусоропереработку. Прежде всего. Как министр экологии. Возможно, она себе так это представляет. А эти-то почему молчали? Ну, потому что им нечего сказать. Потому что они боятся, что вы, журналисты, их можете спросить. А, господа, а где расчеты-то? Ну, вы нам их представьте. Покажите нам и назовите хотя бы пару инвесторов, которые... Кто это? Кто это? Мы сами у них заберем... Спрашивайте на своими. Да, мы у них заберем эти цифры и скажем, какие у вас прожекты дайте. Вы, может, сами дадите экспертам, например, чтобы те почитали и сказали, прожект это или все-таки это реальный проект, который можно внедрить. Понимаете? Получается, что похоже, что эти инвесторы, ну, может быть, не совсем в команде вот этой власти, которая существует сегодня. Соответственно, раз они не в этой команде, может быть, им и не надо давать зарабатывать. Какое-то лоббирование интересов одних в пользу других. Ну, мы можем предположить это вот именно таким образом. Потому что вот эта закрытость, она всегда рождает вот такого рода предположения. Ну, я-то могу понять, Алла Викторовна тогда говорит, что в стране пока нет механизмов стимулирования или там регулирования, потому что действительно это мусорная реформа. Но в регионе-то может быть... ...разрабатывалось и так далее. Почему мы не можем? Хорошо бы, что... А потом, на федеральном уровне есть разные подходы, разные проекты, разные конкурсы, в которых мы можем участвовать и получать федеральные деньги. Давайте будем впереди планеты всей и будем деньги получать. А зачем нам ждать федеральные, если уже инвесторы будут стоять со своими... Тем более. ...деньгами. Тем более. Ну, это имеется в виду для стимулирования, скажем, каким-то образом чего-то им субсидировать. Ну, это второй вопрос. Просто вы заговорили про инвесторов. То есть, есть люди, которые готовы вложить миллиарды в мусоросортировку, в мусоропереработку. Это в нашей-то области, где мы всегда жаловались, что никто сюда не спешит ничего вообще инвестировать. И мы говорим, погодите. Пусть государство. Но, честно говоря, вот как государство у нас вот что-то регулирует, мы видим. Мы к этому пришли сейчас. Ну, подождите. Ну, почему этому удивляемся? У нас ведь, в принципе, все правительство Кировской области такое. Какое? Оно не думает о развитии. У них нет таких планов. Они живут сегодняшним днем. Поэтому, чему мы удивляемся в этой ситуации? Абсолютно... Бюрократия? А смысл, если можно... Вот смотрите, если можно вот так работать, как бы, да, и делить людей там, или оценивать проекты свои, не свои, там, готовы мы, не готовы, много работать надо над этим или мало работать, да. Смысл, ну, в этой ситуации, грубо скажу, дергаться, да. Можно ведь спокойно отсидеть, там, какой-то срок. Запись уже в трудовой книжке есть, что ты министр, заместитель губернатора, губернатор и так далее, и так далее. смысл-то... Ну, придет время, свои не дадут, ты как бы перейдешь на другую должность подобную, тихонечко. Ну, команда туда перейдет, и я с командой перейду, или меня порекомендуют. То есть, тут как бы, понимаете, до тех пор, пока заказчиком этих людей и работу этих людей оцениваем не мы с вами, а аппарат президента. Потому что я не скажу, что президент, вряд ли президент оценивает их работу, да. А какой-то аппарат президента, к которому там могут быть разные подходы. То эти люди работать не будут и в наших интересах. Ведь в наших интересах даже сегодня законодательное собрание не работает, которых мы вроде типа выбираем. Вот, кстати говоря, насчет людей, которые приходят и работают или не работают. На прошлой неделе в правительстве произошло перераспределение сферы деятельности. Максим Кочетков, заместитель председателя правительства Акировской области, теперь будет сосредоточен вот только на развитии промышленности региона. Из-под его ведомства ушли экология и природопользования, которые теперь у Кадырова, и лесная отрасль, которую теперь отдали Плитко. Это два зама губернатора. Как Вы думаете, а каковы причины такого перераспределения? Убеждает ли Вас, например, довод, что лесом лучше заниматься господин Плитко, который занимается внутренней информационной политикой, муниципалитетом? Не убеждает. Не убеждает. Потому что лесная отрасль это все равно отрасль, в которой нужно знать, как управлять промышленностью. Есть масса вопросов, которые нужно знать, в том числе и планирование отраслевое, и много других управленческих знаний. Я не видел в биографии Плитко, что у него эти знания есть. А вот у него теперь появился новый министр. Это Алексей Шургин. Вот только что новость появилась. Он в 2015-2017 годах возглавлял Министерство лесного и охотничьего хозяйства в республике Мариелл. Вот снова новый чиновник. Сказал бы у нас Мамаев еще один варяг. Из Мариелл. Да, еще один варяг из Мариелл. Хорошо, да. Ну и что? Ну и человек из Мариелл. Вот он работал в 2015-2017 годах. И что он сделал за это время? Ну давайте, представляете нам человека с его достижениями. Ну был он деканом. Значит там лесного факультета. Ну мы что? Мало деканов знаем в Кировской области и не только в Кировской области. И знаем ну какие бывают разные-разные деканы. Хорошие, плохие. Всякие бывают как по деканам. Ну что? Ну поработал человек в 2015-м. А что изменилось-то? Почему из республиканского лесного как бы министерства вдруг человек перешел в 2018-м году? То есть он в 2017-м-то ушел. Да? То ли работа не понравилась, то ли не профпригоден был, то ли значит там по болезни ушел оттуда. И в 2018-м пришел к нам. Ну вообще честно говоря удивительно. Я думала, что может быть вы скажете в каких-то двух фразах почему забрали эти два министерства. Потому что я помню, что Максим Николаевич довольно пристально относился к лесной отрасли. И очень много о ней говорил. И участвовал. Если вы про Максима хотите поговорить, то мы знаем, что именно благодаря Максиму чуть было несколько проектов лесной отрасли Кировской области чуть было не угроблено. И только благодаря сверхусилиям в том числе Вавилова, бывшего бизнес-амбутусмена, эти проекты Андрея Николаевича остались жить. И на них сейчас славно ссылается наш губернатор периодически. И слава Богу, слава Богу, что все так произошло. Максим, он много говорил всяких слов, иногда правильных, иногда неправильных. Но он не показал себя как управленец. Ну и что, что он пиарился на этой теме. Ну и слава Богу, То есть все-таки забрали. Его забрали, потому что не справился, вы считаете? А он пытался справиться. Нет, ну почему забрали-то два министерства, не могу понять. Ну может быть, он собирается уехать. У нас остается буквально две минуты, я хотела у вас спросить, Ази Савельевич, что делать с костюмом? Отдать. Католикам? Отдать католикам. Это их церковь, пусть они там молятся, славятся Бога, так сказать, своими способами. Отдать. Нужно храмовые сооружения, здания отдавать тем, кто там молится, кто верит, и именно так видит свой путь, так сказать, на пути Божьем. Верите вы в то, что на этом пути католиков ждет успех, и они смогут... Верю. Верю. Но ведь сопротивление... И честно говоря, за них, будучи мусульманином, за них молюсь, чтобы они получили свой храм назад, чтобы имели возможность обращаться к своему, нельзя сказать, к своему, потому что Бог у нас один, а к Богу, но своими способами, скажем так, своими молитвами. И что, никакое сопротивление чиновников, людей, которые просто видят это как органный зал, а не как место... А католики не мешают этому залу продолжать быть органным. Я видел массу таких как бы церквей действующих, где органный зал оставался в городке органным залом. Люди приходили туда и слушали органную музыку. Примириться надо с этим всем. Корень этого слова мир. Я думаю, что это самое лучшее слово, которое мы можем употребить между нашими гражданами всеми в Кировской области. Отдайте католикам их храм. Мы же все признаем, что это их храм. Мы же это не оспариваем. Это их храм. Давайте мы им отдадим, а потом скажем католикам, я уверен, что католики в интересах граждан готовы будут на любые ограничения, с которыми они тоже с радостью согласятся, потому что их Бог обязывает делать добро другим людям. Изис Агаев, это его особое мнение мы сегодня слушали. Программа завершена. У микрофона работала Светлана Занькова. Всем хорошего дня. Светлана Занькова. Светлана Занькова.